Agile организации и Agile в организации. Сегодня поговорим про такую тему. Меня зовут Миша Ряженко, компания Lead Startup. Мы помогаем компаниям и корпорациям запускать у себя проекты, в том числе применительно к майнсету Agile, которые можно отнести, то есть это проекты, которые готовы к неопределенности, они являются максимально гибкими, очень-очень быстро реагируют на все происходящее, на всех участников процесса, все мнения учитывают и в итоге проект доводит до успеха. Мы помогаем в компаниях это запускать и также классный YouTube канал у нас есть, вы уже на нем, подписывайтесь обязательно по ссылочкам внизу и проходите в описании по ссылочке, там есть классная статья по этой теме с подробной информацией. Итак, Agile в организации. Agile в организации, он и так, скорее всего, у нее уже есть. То есть сейчас в 2020 году, когда я записываю это видео, скорее всего, не осталось организации, где хотя бы хоть как-то какие-то базовые принципы или ценности Agile хотя бы в одном проявлении не используются. Таких, скорее всего, нет. То есть так или иначе разные ребята получают друг от друга обратную связь. Многие понимают, что документоборот сложный, исчерпывающая документация, это не круто. Стараются что-то с этим делать. Максимально стараются ценность пользователю доносить и быстро, и качественную саму по себе ценность, повышать степень ее качества. Многие из этих фишек, естественно, ребята и так практикуют. Но в Agile это все уложено в 4 основных ценности и в 12 принципов. Соответственно, если вы хотите погрузиться, лучше почитать Agile Manifest, соответственно, и погрузиться во все эти ценности и принципы. Отдельные видосы по ценностям и принципам у нас есть на канале. Можете почитать. Или прийти к нам, например, на тренинг, записавшись на сайте. Но главное, что организация, скорее всего, никогда не работала в классическом Waterfall, особенно старые организации тоже. Потому что приходят люди, которые немножко по-другому мыслят, и классического Waterfall все равно никогда не было. То есть это миф. Подробно, возможно, сделаем об этом отдельное видео, или оно уже есть у нас на канале. Но, тем не менее, это всегда гибрид. Всегда гибрид. В ту или иную какую-то степень чаша весов перевешивает. И, соответственно, либо ребята в потоковом формате работы с задачами работают, либо эта проектная деятельность очень максимально гибкая. Поэтому, друзья, если вы хотите в вашей компании внедрить культуру более гибкую для того, чтобы быть готовым к изменениям, к минимизации сложных, нестандартных ситуаций, где возникает какой-то прессинг, какой-то дискомфорт, вот это все, где отсутствует доверие, где очень затягиваются проекты, и результатом в итоге недовольны ни заказчики, ни исполнители, ни, соответственно, внутренние заказчики, если они есть, ни участники проекта. То есть, если вы хотите всего этого избежать, то agile в организации – это самое то. Подробную статью со всеми кейсами, практиками у нас по ссылочке внизу читайте, и обязательно переходите к нам на сайт компании Elite Startup. Мы стараемся для вас делать крутой контент. Подписывайтесь к нам на канал, здесь куча видосов по этим темам всем выходят. Постепенно, постепенно, постепенно сможете понять, что такое agile, scrum и все соответствующие практики и фреймворки. Спасибо, друзья, за просмотр. С вами был Миша Ряженко, компания Elite Startup.